Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня, в преддверии зимы, мы с вами поговорим о влагозарадковых поливах. Для чего они нужны? Нужны ли они вообще? И как сделать так, чтобы эти поливы приносили пользу? Ну, способ, конечно, не нов. И тем более, сейчас вы заметили, климат становится суше. Осадка выпадает гораздо меньше. Так вот, за счет того, что количество осадка уменьшается, Снега количество уменьшается, значит, в почве остается меньше влаги. А влага для чего нужна? Летние высокие температуры землю подсушивают, и мы не имеем хорошего крупного урожая, тех же самых фруктов в своем саду. Те же яблоко, груш, там, и вишен. Они как бы не набирают сочности, не набирают сочности и размеров. Поэтому позаботимся о влагозарадковых поливах. Что такое влагозарадковые поливы? Эти поливы предназначены для того, чтобы напоить зерва водой. Ну, актуальные эти поливы будут, конечно, на легких почвах. Легкие пешчаные, супешчаные почвы обязательно нуждаются в влагозарадковых поливах. А вот глинистые почвы, может быть, и не всегда нужны влагозарадковые поливы. Как определить, надо поливать зерва на зиму или не надо? Для этого существует очень простая методика. Выкапываем ямку глубиной 30-40 сантиметров. Выкопываем ямку и смотрим землю. Берем землю в комок и сжимаем. Сжали. Если она хорошо сжимается, рассыпается, значит, земля очень сухая. Растение нуждается в влагозарадковом поливе. Если эта земля как бы в комку держится, даже изделяется влага, значит, с влагозарадковым поливом мы дерево принесем только вред. Тут ни о каком влагозарадковом поливе не идет речь. Роль, вернее, о речь. Не идет речь. Тут надо воздержаться от полива. Ну и вот далее. Как поливать? Значит, считается, что норма полива на дно дерева будет зависеть от возраста растения. Например, если растение до 5 лет, значит, ему достаточно 30 литров воды. Такое растение, 30 литров воды достаточно для полива. Если растение более старшее, значит, уже норма полива может быть 150 литров. Ну, некоторые скажут, что это многовато. Немного не многовато, потому что мы обеспечиваем растение водой, и оно отблагодарит в следующем году хорошим урожаем. Но делается большая ошибка. Но я прослышу про влагозарадковый полив. Что берут? Делают. Берут шланг, ложат под дерево и считают, что они делают правильно. На самом деле, такой полив дереву пользы не принесет. Почему? Потому что вода растекается, почва не упитывается. Мы пропитываем только самый верхний слой. Для того, чтобы правильно вода доходила до корня дерева, мы необходимо выкопать по периметру ямки. Ямки глубиной 25 сантиметров, 25 глубины и 30 сантиметров ширины вполне достаточно для влагозарадкового полива. В этом случае, что мы делаем? Берем воду, обыкновенную воду, наливаем в эти ямы. Наливаем воду. Ну, вот мы, исходя из того, что 150 литров, раз налили, вода упиталась, второй раз налили, третий раз. Для пользы для дерева будет, конечно, гораздо больше. После того, как последний раз мы пролили дерево, эту яму, опять же, землей, которая оставалась при выемке, мы засыпаем, и растения зимуют. Но вот такой секрет вам маленький, замечу. Для того, чтобы иметь в следующем году очень хороший урожай фруктов, значит, очень полезно при последних поливах добавить аммиашные удобрения. Будь то мочевина. Если мочевина, мы берем где-то 100 грамм. И будь то аммиашная селитра. Аммиашные селитры мы берем 200 грамм. На ведро воды из расчета и поливаем. Смею заметить, что я уже несколько раз экспериментировал. Азотные удобрения, внесенные поздней осенью, вреда не приносят растению, а наоборот симулируют меньшую осыпаемость завязей и более крупные плоды на следующий год. Поэтому эти удобрения смело вносите. Потому что фосфорные калинные удобрения мы можем внести и по поверхности почвы. Растения будут их использовать. А вот азотные удобрения очень хорошо используются при осеннем влагосорадковом поливе. Поэтому вот такие нюансы. И обращайте внимание. Поняли сразу, нужно ли полив, исходя из ваших почвенных условий. Ну и вторую норму полива уже поняли для маленьких и для больших деревьев. Ну и поняли, что если вы добавите азотных удобрений, норма которых я назвал чуть выше, значит, вы будете иметь на следующий год очень хорошие урожаи фруктов. Так что воспользуйтесь, помогите растению пережить в зимнюю пору и одарить вас богатым урожаем. Потому что почва, которая пролита осенью хорошо пропитанной влагой, такая почва промерзает меньше. Ну, влага как бы замерзает, но при замерзании выделяет тепло, и почва промерзает меньше. И деревья лучше переносят зиму, как бы становятся более морозостойчивыми. Ну и раз корневая система, земля промерзает на меньшую глубину, значит, часть корневой системы активно работает и зимой. За счет этого также увеличивается урожайность. Так что способ вроде бы и нетрудный. Вот, но, повторяюсь, шлангом делать нельзя. Надо или капельный полив, или делать специальные ямы, шурфы, как называется в научной литературе, и эти шурфы заливать воду. Так что способ возьмите на вооружение, сделайте, и на следующий год вы поймете разницу в плодоношении вашего сада. До свидания.